Я бы даже могла дать такой вот задоломок докладу, назвав его реконструкцией сюжета. Итак, вот до наших дней, как, наверное, германисты хорошо знают, дошло к кратке всего 48 строк отрывок поэма, который условно называется «Исследователи в битве при Финсбурге». Возможно, это фрагмент героической письма, изначально включавшей несколько сотен слов. Не повезло нам еще потому, что новопись поэмы не сохранилась, и текст этого отрывка известен по поздней публикации начала 18-го лета Джорджа Хиггса. Эта публикация не свободна от ошибок, в ней есть необычное написание, очевидно, появившееся так, как графема А была прочитана как графема Ху. Исследователи вносили исправление в текст сохранившегося отрывка с большей легкостью, чем в остальные англосаксонские поэмы, поэтому в настоящее время существует столько же вариантов текста, сколько и ее издание. Содержание сохранившегося фрагмента битвы в Финсбурге трудно реконструировать, так как изображаемое в ней сражение между данными и фризами не отражено ни в англосаксонской, ни в скандинонской, ни в немецкой словесности. Я эту карту поставила, потому что она показывает, где жили фризы, где жили данные, и вообще как-то позволяет представить себе так вот регион. Единственное исключение составляет эпическая плама «Бэлвольф», в которой содержится песня Скопа «Сказителя певца на основную тему». Эта песня обычно называется «Исследовательным финсбургским эпизодом», в отличие от финсбургского отрывка. Ее исполняет, вот действительно, Скоп на перу, в датском фондах Роткара. В таком совпадении можно было увидеть редкостную удачу. Однако даже эпизод «Бэлвольфе» не позволяет полностью исполковать дошедший до нас отрывок битвы в Финсбурге. Тем не менее, вот я постараюсь по мере возможности сделать это свое выступление. В финсбургском эпизоде «Бэлвольфе» рассказывается о гибели предводителя датской дружины Клэфа, сына Хока, в битве со сторонниками Финна, сына Фолькварда, при Фрисском дворе, и о последующем месте данных. Датский колонг Кнэм со своими дружинниками, как можно предполагать, явился ко двору фрисского короля Финна, вероятно, для того, чтобы навестить свою сестру королеву Хильдебург. Основываясь на тексте «Бэлвольфа», можно предположить, что брак Финна и Хильдебург был заключен для того, чтобы прекратить старую вражду, причины и обстоятельства которой неизвестны. На Перу, очевидно, началась ссора между данными и фризами, а ночью хозяина напали на своих спящих в палатах гостей. И здесь начинается известный нам отрывок поэмы. Его начальные слова, возможно, представляют собой последние слова опроса. «Коньки крыши никогда не горят». Я дала здесь русский перевод Владимира Георгиевича Тихомирова, ну, просто по эстетическим соображениям, а сама я буду все время ссылаться на свой собственный подсрочник. Итак, начальные слова, вот в скобках показана конъюнктура, вероятно, представляют собой последние слова опроса. «Коньки крыши никогда не горят». Возможно, этот вопрос обращен к датскому рождю, Хнефу, одним из датских дружинников, который сообщает о появлении догадительного света. Хнеф слышит звон оружия, как можно понять, видит область кристалли в лунном свете и понимает, что фризы под водительством Финна готовятся к нападению. Он предупреждает об этом своих дружинников. Говорят, то не «вас тут цвета», не «дракон здесь летит», ни «коньки крыши горят здесь на палатах». Но сюда наступают враги, фризы. Вот на истолкование этого слова будет основан тоже мой доклад, но пока об этом не будем говорить. Птицы кричат, странная качуга звенит, или серый волк воет, боевое древо кримит, щит копью, отвечает, ныне луна сияет, странствующие под облаками, ныне готовятся злые дела, которые людская ненависть градит совершить. Ответ Хнефу построен на использовании приема отрицательного параллелизма. Образы, связанные со светом, «восток светает», «каньки крыши горят», «луна сияет», «перевежаются со звуковыми образами». Качуга звенит, боевое древо кримит, щит копью отвечает. «Трудно не заметить необыкновенной экспрессивности употребленного эффекта физического приема, а именно устроения структуры вопроса, «каньки крыши горят». В ответе, не «каньки крыши горят» здесь на палату, характерного давать для одного стиля. В Финсбурге светло не от солнца, встающего на востоке, и озаряющего «каньки крыши», но от лунных отдыска в наружу дорогу. У нас первый мотив пожара будет подхвачен и появится в следующих строках. В начале поэмы скроточено 16 личных глагольных форм, которые приходятся на 10 строк. Глагольные формы здесь тщательно сгруппированы. Фокус повествования перемещается от того, что доступны глазу наблюдателя, то есть светается, летит, горят, к тому, что доступны его слуху. Синька скричат, бюлда звенит, лунда сгремит, он куда-то кричает. Упоминание о шуме и грохоте в сражении подхватывается в последующем писании битвы, битвы грому, демокрепость резвенела. Объективное наблюдение за тем, что происходит вне палаты, луна сияет, злые дела готовятся, лодская ненависть завершить, сменяется субъективной реакцией говорящего Хнефа, который обращается с призывами к тем, кто его окружает, и говорит им, просыпайтесь, берите оружие, о сражении помышляйте, сражайтесь, будьте смелым духом. Вот конец его, конец миловечия здесь, вы вставайте, волны, просыпайтесь, вначале, вернее, здесь, а конец, вот, сражение, и страшен, и бейтесь. Хнеф будет датским гружеником, призывая их на бой. Его название развернуто здесь за счет эпической вариации и насыщено глаголами повредительного наклонения. Забегая вперед, скажу, что эти глаголы, и вообще вот в этих шоках очень серьезно нарушены законы древнегерманского алитерационного стиха, а именно алитерация падает на глаголы и более таком на глаголы, которые оказываются в позиции четвертого ударного слова в долгой строке. Вот это скопление глаголов просыпайтесь, беритесь, помышляйтесь, сражайтесь, будьте смелым духом, позволяет передать ожидания немерных действий дружинников. За призывом Хнефа к бою исследовая рассказ от нам, когда датские воины отмечают на его призывы, а именно когда они готовятся к бою и вооружившись охраняют фоды в палаты. Интересно, что здесь впервые появляется имя ключевое для моего рассказа за имя Хенгеста. В переводе Тихомирова опущено местоимение, а в реалистском тексте сказано Хенгест Суф, то есть сам Хенгест. Вот сам Хенгест с ними там встал, повернул вслед за ними. Но употребление этого усидительного местоимения, которое сопровождает имя собственное, говорит о том, что Хенгест занимал особое поражение в датской друге еще до гибели Хнефа, и его имя, возможно, упоминалось и сохранившиеся тексты поэма, которые предшествуют дошедшему на нас отрывку. Внезапно действие права переходит в переносе в войско фризов, где фризские воины Гарольф и Гудере выбирают время для нападения. Осторожный Гудере останавливает рвущегося в бой Гарольфа, напоминая ему о том, сколь славна его жизнь и предстерегая его от того, чтобы он бросился в бой. Нам неизвестно, почему создатель упоминает, что Гарольф так трудно убежать от битвы, и почему при нем оказывается дружинник, возможно, наставник, пытающийся его освободить. Возможно, Гарольф принадлежал к знамому роду, возможно, предназначен управить, и его гибель была в интересах обороняющихся. Далее упоминается, что Гарольф отпрыск Гудлафа, но именно это им уносит датский дружинник Хнефа, то есть Гарольф на фрийской стороне, а Гудлаф на датском сгинул в сече. Ну, нельзя исключать того, что отец и сын Мартын находятся в разных регидах, сын Гарольф мог быть среди нападавших фризов, а его отец Гудлаф среди оборонявшихся датских дружинников Хнефов. Возможно, в песне используют больше распространенные мотивы отца сынов, что и в грамм, верно, немецкой песне Фильдебранде. Действие поэба вновь переносится в войско дамов. В войско дамов. Дружинник, который сражается на стороне дамов, отвечает на вопрос Гарольфа. Он говорит, Сигетард, мое имя, я из людей Сегенов. Изгнальник Широко известный перевез много несчастья, жестокий битв, однако тебе суждено любое из двух той жизненной смерти, что ты сам хочешь от меня получить. Предлагая врага выбросить двух единых, Сигетард не обещает им пощаду, но судит поражение и смерть. Он зовет врагов на бой, и Гарольф очевидно вступает в битву, в которой ему суждено погибнуть. Неизвестно, почему Сигетард, подобный героем Финцбургер мелодию Боевольфа, рассказывая о Хенгесте. Чуть позднее я расскажу о том, почему Хенгвест называется изгнанником. Не значило также, что речь идет о прошлых странствиях Сигеферта. Сигеферта мог вставить датскую дружину незадолго добитую в Финцбурге и не мог рассчитывать на то, что им было известно фризом. Окончание дошедшего до нас текста битву при Финцбурге не вполне понятно. Говорится, что воины сражаются, продолжая оборонять входы в палаты, они бились пять дней и не опятился ни паук, пять дней убились, да, ни паук, не попятился ни единый изверный стражей, они охраняют двери в палаты. Однако один из изувеченных воинов возможно фризов говорит о том, что его пальчуга разорвана, тут прочь отрядов израненных воин. Говорят о том, что лукольчуга разорвана и шлем расколот и покидает поле битвы. Очевидно, в ответ на жалобу дружиннику передается войск, вероятно, сам Финц спрашивает его о том, как другие воины переносят свои раны или, возможно, в порядок ставим пример против бойцов продолжающих сидеться. Обычно считается, что в последнем отрыве речь о фризах и защитникам мужей называется сам Финц. Однако утверждение, что один из воинов не пал в течение пяти дней возможно относится к дамам, тогда их предводителем оказывается сам фунц. именно он обращается к дружиннику. Но кем бы ни был упоминальный герой отрыван из битвы Финц. 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 Обрывается на его словах. Дальнейшие события устанавливаются на основании финц. Эпизода в Беовульфе, который начинается условно говоря с конца, то есть сообщение об исходе битвы дамов и фризов. Филец поет на перу Хротгара о гибели потомка Финна Финна с Фризов, вместе с которым погиб и датский олунг Кнеф. Вот, беда Моника Брушева суждено было упасть герой Хальдена в Кнефу с Кильден во фризском побоище. Сообщение о гибели Кнефа мотивирует описание горе королевы Хильдербург, потерявшей битву не только брата, но и сына. Вот, как сказано в переводе с Камера, воистину Хильдербург не радовался недоблести так. Не было нужды Хильдербург хвалить честность врагов или исполнять обещания врагов или чтить верность ютов или презирать обещания врагов. Дело в том, что и вагон, и вот слово элтанас, которое для меня тут будет самым основным, можно понять по-разному. Вот это креотанатреума это такое сакраментальное слово-сочетание или обещание ютов. Если тратить как аноним, или если тратить врагов, то есть понять элтана как гигант, скандинавская юта, великан, то тогда значит исполнять обещания врагов или чтить верность врагов или может презирать обещания врагов. Без вины была лишена любимых сына и брата в этой причине. Действитель как будто разворачивается вспять. Хильдебург просыпается в раскаре битвы и видит, что ее сородичи пали в сражении. Хильдебург называется боевольфер с помощью патронемы, дочерью Холка, Холка с доктором, в 1776 строке. Однако же ее имя ни разу не встречается ни в одном другом источнике, включая фермент битвы в Финсбурге. Описание горя Хильдебург сменяется рассказом об ее мужу Финне и его неудачей в битве. Противником Финна называется Хенгест, который как можно прожитает во главе датской дружины после гибели Хнефа и юного сына Хильдебург. Оказывается, что сражение не приносит победы ни одной стране, несмотря на временный перевес данных от войск Финна остаются лишь несколько воителей, не способных ни положить кровавой битве ни выжить из Артема Хрис палат. Это 80-85-й стройки здесь перевод. В Финнебургском эпизоде очевидно называется, что вина за правопролитие лежит на Финне, потому что именно Фризу нарушили законы гостеприимства. Возможно, Финн решил не сражаться до конца, так и не захотел доводить данных до крайности, опасаясь, что они подожгут палаты, и тогда весь Финнебург сгорит вместе с ними. Тогда тот вопрос, с которого начинается дошедший консотрыжок приобретает такой зловещий смысл. Вот горят крыши, горит Финнебург. Напавшие на данную Фриза не могут одержать победы, поэтому остается только предложить данным мирный договор. Это стройки с 85-й по 94-й. Согласно условиям мирного договора, данным отдает половину трапезных палат, право участок деля сокровищ и обещают воздавать те же почести, что и Фриза дружине. Возможно, те уступки, на которые идет Финн, заключая метод и обещая выступить по отношению к данным в роли кольца дарителя В. Гюфер, говорят об его готовности выплатить достойное возмущение за убийство Хнефа истинного кольца дарителя В. Гюфер, как он называется в 1102-й строке. Условия мирного договора, заключенного дружины Хенгиста весьма знаменательны. Никто не должен управлять о прошедшей складке, то есть о том, что Хенгисты и его сторонники были вынуждены остаться у Фризов, убивших и господина. Сказано, ни один человек там ни слова не делали, нарушив договор и по злонамеренной хитрости никогда не пожалуются, хотя они, лишенные предводители, последовали за убийцей своего кольца дарителя и были к тому понуждаемы. Хотя Финн открыто обвиняется в квартирных строках убийств Хенгиста, так как называется убийцей кольца дарителя Беррюбон Панна, создатель Беррюбон Панна, не сомневается в исконности о намерении, когда говорит, что тот с непоколебимой решительностью Эльна Луфлидме принес прятки Хенгисту. Предложенный финном договор исключает для него возможность мести и загибель сына. Напротив, Хенгист, соглашаясь заключить с финном мир, проявляет не слабость, но мудрость и спасает своих людей от бессмысленного истребления. Согласно заключенному соглашению, фризы не должны напоминать данным обовое вражде, в противном случае распреследует уладить остальем меча. Это 1104-116 стройки. Фризы не только предлагают заключить данным мир, но и выражают готовность занять условия договора подчиненное положение. Если данные лишаются права жаловаться на убийство и предводить, то фризы обязуются не разжигать страду по праву смертной казни. После того, как мирный договор скрепляется клятву верности, сокровище достается золото Фина, скорее всего предназначенное возмещение за гибель Хнефа. Это 1107-118 погребальный костер приготовили, исконное золото достали из склада. Отдавая данным свои сокровища, Фин подтверждает свою готовность соблюдать условия договора, складываются погребальные костры, это 1118-113 строка, на которые кладут тела Хнефа и его племянника, сына Финна и Хильдебург. Вот вы видите, когда на костер золотые сокровища вместе с войном, с героем, с Хильдебург были посложены и дали описание погребального костра. Возможно, сын Финна и Хильдебург, павший в битве, безымянный здесь, мог быть наследником Фрийского престола, он мог быть отдан на воспитание Хнефу своему дяде, но в тех год, пока не достигнет совершеннолетия. Если Хнеф приделся домой по плеси к родителям, тогда тот мог находиться среди дам во время сражения. Неудивительно поэтому, что по велению Хильдебург, тела Хнефа и его временника подпадут рядом на погребальном костре. Такое предположение оставляет, по-моему, в виду надействие Финна в эпизоде, который оказывается виновным в гибели собственного сына. Ситуацию, описанную в Финклском фрагменте, если согласиться с этим предположением, можно сопоставить сюжетом песни Хильдебранди, которая тоже заканчивается, как известно, петра отца-сына. Как подобает героине Хильдебург произносит печальный плач по сыну, дословно сказан, скорбя у его плеча женщина горевала, оплакивала в песне, в то время, как пламя пожирает убитых. Впоследствии битва скрывается в описание погребального костра, на этом со всей натуралистичности его деталей, которые вы сейчас видите среди собой на экране, а также в изображении действий оставшихся в живых. Если вы прочитали, то я тогда перейду к следующему фрагменту. Далее «Павший предан огню», а воина расходится по домам. И здесь новая загадка. Датским дружинникам и лишенным предводителям некуда идти, и они остаются во Фризии. Сказано так, «Войны, когда отправились искать жилища, лишенные друзей, смотреть на Фризию, дома и высокую крепость». Не вполне понятно, что это побуждает Хенгриста и его дружинников задерживаться в предваре финна. Возможно, они делают это по собственному и желают подготовиться к вместе за гибель своего вождя. «Согласившись заключить с финном мирный договор, Хенгриста становится его дружинником, однако это решение дается ему тяжело». Вот сказано в переводе «Время зимнее вредотворное вместе с финном провел об отчизне печалусь». На самом деле в дословном переводе сказано так, «Хенгриста однако всю зиму запятнан убийством прожил с финном очень несчастливо, о земле родной помышляя, хотя не мог по морю повезти корабль с изобнутой тормой. Море море вдымало, стражало с ветром, земля сковал лоб ледяными оковами». Хенгриста очевидно был вынужден согласиться на предложенный финном мир и провести с ним всю зиму, так как не мог отправиться в Дании за непогоды. Однако из других древнеангельских памятников нам хорошо известно, что англосаксы пускались плаванной зимой, причем море не всегда были им помехой. Вот здесь вы видите два описания морского плавания зимнего и спиталь сибористальника. Вот в этих двух поэмах рассказывается о зимних путешествиях. Упоминание о взрывающемся море, сражающемся с ветром, о волнах окованных и дом приводит на память из-за героических элегий, такие как мои плаватели и спитали, и подсказывает возможность упрямления их героям-героям фитбургского эпизода. Хенгриста в приведенном эпизоде изображается как типичный элегический герой, несклонный к действиям, напротив печально размышляющей, опрокинутой им родной стране. Позвольте мне вернуться к фитбургскому эпизоду. Приведем вытолкование эпизода, согласно которому Фенгриста не мог уехать из-за непогоды, однако не представляет единственного возможного. Можно предположить также, что Фенгриста остается на зиму сфинном не только из-за зимней непогоды, насколько движим и долгом месте, повелевающим его задержаться в Фенгсбурге, сказано, он больше думает о месте Юрнфраке, чем о морском путешествии. Са-лада. Это строка 1139-я са-лада. Итак, Фенгриста остается светом на зиму, хотя может ехать на родину и ждет возможность отомстить за гибель Хнефа. Весной, когда становится возможным путешествовать по морю, Фенгриста мышляет месть. Дословно сказано так, он больше помышлял о месте за убийство на 1133-я строка, чем о морском путешествии, о том, удастся ли его вызвать в битву, чтобы помнить о сынах врагов. Вот здесь снова используется это же слово элтен, от которого зависит толкование всего эпизода. Ну, пока скажу о другом слове. Здесь применительно Хенгриста используется слово изгнание вредка. которое по логической духовной поэзии выделяется коннотациями горя и счастья. Ну, там часто встречаются слова в жалобах жены, например, выноли суррека, лишенная друзей, не сгнанится, и так далее. Тем не менее, изданником в река в битве при Финсбурге, о которой я говорила в начале, называется фигерферд, из народа церковь о нем говорится переживший много век, а затем очевидно привкнувшим кружесникам Хнефа. Возможно, обозначение Хенгриста как эргенальника тоже относится к его нынешнему положению в дворе Финна, для которого он был недавним противником, а возможно относится к его прошлому статусу в окружении Хнефа, по отношению к которым могут чужаком, пришельцам. Здесь уместно напомнить, что имя Хенгриста упоминается в церковной истории Англ в эдонск почтенного и в англосоцорской хронике, как имя одного из предводителей, привержек с претинента Англ Саксов, Юнг и Фризов. Хенгриста возлагает на себя долг мести, когда получает знаменитый меч, известный его врагам. Здесь тоже много непонятностей, тем не менее, попала Морзерация, что здесь происходит. В 1143 строке этот меч поясал хунбаффинг. Что же такое этот самый хунбаффинг? В рукописи сказано, в рукописи этот хунбаффинг имеет вид двух слов хун и лаффинг. Если подумать об его синтактической роли в предложении, то можно истолковать хунбаффинг и обозначение меча, сопоставив его с названием мечей Бэрвольф, Хрунзинг, Неглин, или Сюрфинг, о котором говорила Елена Александровна. И тогда нужно предположить, что существительный хунбаффинг связан с глаголом объектными отношениями. То есть тогда это будет значит, когда ему хунбаффинг смертность битвы, ручшие из мечей на грудь положили. Если же присылтовать слово хунбаффинг как патроник, то есть как сын хунбаффа, который обозначает лицо, вручившее хенгисту меч, то можно считать, что слово хунбаффинг используется в предложении как подлежащее, а роль сказуемого понадобла кулдюде, то есть хунбаффинг положил меч на грудь хенгисту. Если согласиться с тем, что хунбаффинг это собственный изгодный от имени хунбаффа, ну, хунней, я не могу сейчас говорить об этом имени, но им очень знаменитый, то можно считать, что меч хунбаффа, метанемически обозначенный как лесовый павшего в битве, был известен врагам дамов Мит-Эотену, ну, Ютан, если оттарковать слово Эотен, как адмун, сражавшись вместе с фризами. Нельзя исключить, что именно этот меч хунбаффинг мог отдать хенгисту, желая напомнить ему о долгем митин. Обыгрывание метанемического обозначения меча как лесбия Эггг приведен на фирмально цитированных строках, о том, что после заключенного мира не единый сфризов не должен быть смелой речью напоминать дамам о герополитной вражде под страшном смерти, то есть отрия меча, подсказывает еще одно предположение. Отданный хенгисту меч мог быть знаком врагам дамам, фризам или Ютан, так как ранее принадлежал их правителю и был у него кормят в сражении. Тогда появление хенгиста с мечом печально известным врагам могло быть воспринято как провокация. Возможно, что меч, который фриза или Юта видели в битве, должен был напомнить им о гибели тех, кто были убиты этим мечом и спровоцировать те самые смелые речи о битве, которые нарушали условия верного договора. Если бы фриза первыми нарушили мир, то хенгист получил бы возможность исполнить долг мести, то есть мирское обязательство «ворот рэбена», как здесь сказано, сохранив свою честь и не приступив к клятву данной ему в пинну. Главная трудность, связанная с пониманием приведенных строкцев, это с указанием впечатлением Элтона, который вслед за Толкином обычно считают Эдмоним значением Юты. Юты были запованы германскими племенами, которые в эпоху Великого Переселения народов занят территорией Хенгиста. Очевидно, они принимали участие в действиях между данными и фризами и сражались на стороне фризов о возможных данных. Гипотеза Толкин называется «Jutes on Earth Science». Нельзя скучать того, что о самовьях Ютов Элтона Бэр думает Хенгист, когда замышляет месть. Возможно, что среди Ютов Мин Элтоном мог быть известен меч, врученный Хенгисту. Однако морфология не поддерживает толкование Толкина, не поддерживает толкование существительного как адмонима. Употребленные в те слова «Этону» — это форма дательного воздержав множественного числа существительного «Элтона» — «Великан». Та же форма от адмонима «Юты» была бы «Элтону». Не исключено, что в приведенных строках вырывается фонетический сход со существительным значением «Великан» «Элтон» — древнангельское «Юты» и адмонимы «Юты». Игра слов в этом контексте позволяет подчеркнувский «можь и враждебность противника в данном». Словосочетание «Элтон» «Бэр» — «сыны великанов», то есть врагов или «санья» «Ютов» употреблялось в предшествующей строку в контексте заключенного между Хенгистом и финном мирного договора. Именно с ними данные должны были быть на равных. Должны были на равных правах владеть палатами и жилищами. Фризер предлагает освободить жилища, палатой, высокую страну, чтобы данные могли владеть с ними совместно с ценностями врагов или великанов или ют. Толкование «Ютов» допустимо только в том случае, если мы согласимся считать, что юты в данном контексте были с именемичным обозначением фризер. Таким образом, в данном случае мафологии тоже подсказывают толкование великана родительных одержеков позволяющих предоставить на первый главный в этом контексте выступает метафорическое обозначение врагов. То же самое слово «элтон» встречалось ранее в связи с Хильдемург, о котором было выставлено загадочное утверждение, вероятно, содержащее ли то, то, что она не имела нужды, не имела оснований хвалить честность врагов, Элтона, прерывая, ну или исполнять их обещания, или чтить верность, или презирать обещания. Если трактовать значение слова «элтон» как агноним со значением «юты», то следует предположить, что переметнувшаяся нарушенная верность, то есть честность ютов, Элтона, Треолра, возможно, переметнувшихся из нового лагеря в другой адамов на сторону Фризов, стала причиной боя Хильдемург и привела к гибели ее брата и сына. Измена юнов к ютов могла дать численное преимущество Фризам привести к гибели Хнефа и сына Хильдемург. Однако, применительный к этому контекту тоже вознос толкование великаны, метафорически обозначающие врагов и потому относящиеся к Фризам. Следует помнить, что исполнение песни о битве в Финсбурге в Беовольфе переворочено к пиру после победы Беовольфа над Грэндолем, тем самым рожденным великаном Элтона, как он называется в Беовольфе, который долгое время причинял беды данным. Окончание песни о Финсбургском сражении содержит рассказ о том, как данные нарушают условия мира, убивают Финна и его сторонников и увозят Хильдебург. Последнее появление в Хильдебург в Финсбургском эпизоде Беовольф вознаменательно безымянно. Она именуется при помощи существительного Сэл-Квэн. Салева, который в первую потребляется в объектной функции с глаголом Нима, брать, то есть Сэл-Квэн Мума, это 1153 строка. Известно, что в глагол Мимом обычно используют дополнениями, обозначающими неодушевленные предметы. В атрибутивном комплексе три клика «вык» знатная женщина, это 1158 строка. Имени Хильдебург тоже не упоминается, сказано, что ее просто отправили к данному вот знатную женщину. То Дэна Феррутов. Следует напомнить, что в предшествующих строках тот же глагол Феррия, использовав имущество Финна, это 1155 строка, 4-я, простите, строка, где было сказано, что имущество было отправлено на корабль. Синтаксический параллелизм конструкций Дрихтлэх Лифтлэх Дэнн Феррэдон Знадную женщину к даму отправили в 58-й строке. И Эль Плимьер Сте Тоскюпен Феррэдон То есть отправлено на корабли все домашнее имущество помогает подчеркнуть полную трату гибели родных. Она как бы приравнивается к домашнему имуществу и становится не более, чем военной добычей. В Финнсбургском эпизоде Бэлморфе Хильдебург изображается как жертва трагической обстоятельств. Номерально, что песня певца о сражении в Финнсбурге начинается не с описания сражения, но с рассказа о гибели Кнефа, но именно с описания гора Хильды, горе Хильдебург, скорбящей о гибели брата и сына, павшей среди многих данных народа, с которым она была связана по рождению. Она присутствует в качестве действующего лица на всем протяжении Финнсбургского эпизода в Бэлморфе. Она говорит о гибели Фризас, среди которых погибает ее сыр, лишается брата и сына. Она отдает приказание положить на погребание костер своего сына, о котором не упоминается в отрывке битвы в Финнсбурге, а после похорон лишается и мужа, и его страны, и даже своего имени. Ее участие в событиях, описанном в финнсбургском эпизоде Бэлморфе, делает ее отсутствие в отрывке в битвы в Финнсбурге, в котором ее имя не упоминается вовсе, еще более заметно. Различается в обоих памятниках и роль Хенгеста, чье имя встречается в отрывке в битвы при Финнсбурге всего один раз. Сказано было, я обратила ваше внимание, Хенгест сам помернул в след за ними. Напротив в финнсбургском эпизоде Бэлморфе Хенгест оказывает кучу персонажей, исполняющих после гибели Хнефа функции предводителя дружины, и именно на него возложена миссия заключения мирного договора с Финном, который он нарушает ради мести после гибели Хнефа, и, возможно, именно Хенгест убивает Финнсбург его же собственных палат и возит на родину Хильдобург и он же изображается эллигическим языком поэм Изгнания. Следует заключить, что, помимо нескольких общих персонажей, возможно, упоминаемые битвы Финнсбург и Гутлов и Орлов, это Ослов и Гутлов, о которых говорили Церба и Вольфе, и главные темы между дошедшим данным с отрывком боем о битве при Финнсбурге и Финнсбург как называют Бэл Вольфе, и так уж много сходств как принято считать. Во-первых, речь у них идет о разных этапах одного события. Если сохранившийся отрывок заточен описание самой битвы, то эпизод Бэл Вольфа открывается утром, после того, как схватка между Фризом и Даной уже закончилась. Хильдобург оплакивает павших, когда наступило утро в суде Морденком и повествует о событиях, последовавших за финнсбургским сражением. Отрывок в битву Финнсбург и следовательно записывает события, пришествующие по времени события, на которых говорится в Бэл Вольфе. Нельзя встречать вместе с тем, что этот поэм, из которого нашел лишь отрывок, могла первоначально и про те же события в битву Бэл Вольфа. В отличие от эпизода Бэл Вольфа, в отрывке битвы в Финнсбурге действие продвигается благодаря речам персонажей, скандающим почти половину сохранившихся текста. Три диалога включают прямую речь, когда вопрос открывающий отрывок «Утто не крыши горят ответ на этот вопрос к Нефе, нет ни крыши горят и так далее». И речь всегда так-то. Два диалога перед Бэл Вольфом и выречу. В первом «Осторожные бюдеры» пытаются уберить юношеский бюл в Гарруф, а у второго воин, возможно, фризский говорит, что его оружие пришло в негодность, а вождь приводит ему в пример других воинов. Использование речи сообщает отрывку драматизм напряженности. Существенно, что прямая речь Битвы Финсбург и встать принадлежит дамам. В диалоге же фризов переданы косвенные речи. Это можно объяснить тем, что события здесь, как и в Бэл Вольфе слагаются не объективно, но с точки зрения именно дамам, датских дружинников. Во фрагменте Битвы Финсбург расслывается от лаги верных датских дружинников к Нефе Финсбург и в Годи Бэл Вольфе с праданием рассказывается о горе сестра Днефе Хильдебург, то есть тоже датчан, ведь явно сочувствуем о желании Янгеста, то есть Дана отомстит за гибель Кнефтона, опять-таки Дана. О флистском правителе Финне в обоих текстах говорится очень мало. Даже на похоронах погибших распоряжается не он, но его жена датчанка Хильдебург. Велел Хильдебург, чтобы ее собственный сын и так далее был предан Амином. Последнее сражение с Ризой, в котором Финду был быт он среди войск и знаменует окончательную победу Дана. Остается непонятно, почему англососонская версия сказания событий излагается с датской точки зрения. Согласно предположению Толкина, Хильдебург, названный в поем-предводителе в войск Хнефриде, дифференция с тем самым Хильдебургом братом Корса, который привел племена Юта в Британию. Не исключено, однако, что скандинавский вариант воплощает разные стадии раннего сказания, отражающие изменения в положении племен, германских племен. Заселение ютским племенами Иртлантии могло способствовать их объединению с датами, напротив, бытование ютов среди фризов может быть особо близость в отношениях между этими племенами. Возможно также, что дальше датская точка зрения в обложении событий объединяется тесными контактами англосаксов и скандинавтов в эпоху викингов и особенно в период образования датского права. Неизвестно, какое историческое событие могло послужить прообразом для битвы в Финсбурге и предполагало, что не сохранившиеся сказания в Финне могло иметь континентальное происхождение и сложиться в той эпоху, когда англоские племена жили рядом с фризами у Северного моря. Возможно, оно возникло среди землёнских племён, но снявшие в река Северного моря и было поднесено фризами в Северной Германии и на Британские острова. Битва в Финсбурге обычно относятся к наиболее германскому, наиболее героическому взятому саксонских плем главные темы битвы буквально сама битва с звонами лечей, с воронами, чущими добычу, с отчаянной обороной осаждённой до трагического конца. Напротив, фенсбургский эпизод в Бенгурге, как я говорила, то уждует о последствиях битвы, а не о самом сражении. И в отрывке плембы фенсбургском эпизоде в Бенгурге используем традиционную для героического эпси поэтическая лексика. Значительно более существительный, примерно 38,6%, в фрагменте 29%. В обоих текстах возникает необычно большое число в казинализмах апоксилигомена. В эпизоде их 13, в фрагменте 17, но мы помним, что фрагмент в трое короче, чем эпизод. Значение этих апоксилигомена понятно, до сих пор не понятно. Глагольные формы, хотя их число примерно 11,9% в отрывке и 20% в эпизоде, из которых личных форм глагола 16,9%, 16,5%, однако отрывок стоит 48 строк, то есть он существенно короче эпизоды. Следовательно, можно сказать, что удельный вес глагола в фрагменте вдвое выше. По сравнению с англососонской поэзией в отрывке битвы в Финсбурге реже применяют статические переносы, там всего пять примеров. Границы строк обычно спадают с этим предложением и словосочетания, ну, за исключением пяти строк. Продолжение очень короче, чем в фрагменте в Финсбургском эпизоде в Беовольфе, не говоря уже об основной поэрии. В начале строк часто, ну, вот я нашла семь примеров, употребляется на речи тогда, так, очевидно для того, чтобы показать внезапно смену действия. Подобным образом от на речи применяют только в одной германской песне, в древней арт-немецкой песне Хильде Брандзе, наиболее близкой к отрывку и по метрике и по стилистике. Для обеих песней характерно сжатый стиль при крайней экономности языковых фрагментов, резкость тона и ледкость фактических переносов. Под битвы от песни Охильде Брандзе с Халесовой 70 строк, возможно, не более половины ее темства. А битву в Финсбурге могла включать более 200 строк, рассказывающих о распространстве между фризами и данными от прибытия к Нефе до Бару Финна до его гибели. Обе плейл представляют собой единственно сохранившиеся образцами более древней представительной формы краткие героические песни, восходящие к общегерманскому периоду и предназначен для русского исполнения. Именно таким образом описывается в Байл-Вольфе исполнение скопом песни о Финсбургской битве. Даже по отрывку битвы в Финсбурге можно понять, что это отдельное независимое произведение. На фонте финсбургский эпизод в Байл-Вольфе при всей его выделимости связан с главным предоставанием и именно на восстановление этой связи было направлено новые усилия исследователей. Весь рассказ о гибели Хнефа и вместе за нее Хенгерстон сконцентрирован здесь в фиршерской песне Скопо на Перу исполняемой для развлечения гостей в застолье после победы Байл-Вольфа на Грэнделя. С одной стороны, песня Скопо на Перу возможно принадлежала в числу традиционных эпических сцен, таких как песня Аэда Демодокра, Аспори, Отисея и Сахилу, Адериану, Аня, Апоре и Афрагрити на Перу Фиаку, Фиаку, Палкин, Гоя. Традиционными темами могли быть и прибытие героя на берег, и мастер путешествий и так далее. Но, с другой стороны, можно найти сходство между ситуациями, обрисованными в Фрагрити во всей поэме, а именно в ночное сражение между двумя враждебными силами, из которых одна прячется, а другая нападает на линии. В отличие от сохранившегося отрывка битвы в Финсбурге финсбургский эпизод «Вэя Вольферн» содержит насыщенный аллюзийный рассказ об исходе битвы, пускай описание самого сражения. Такое впечатление, что это было не так интересно для создателя поэма. Весь спектр персонажей редуцировал здесь до двух наиболее 11 героев и до Борги Хенгвеста. Но об их ведах и горести говорится подробно, с очевидным сочувствием. Распрывается трагизм их положения и в горе обобщается в экономических перспективах. Создатель Бея Вольфа очевидно предполагает, что аудитории было понятно про этические положения Хильдерфу связаны узами родства с Хнефом, но узами брака с Финном. И Хенгвеста, который с одной стороны полагается соблюдать договор с Финном, а с другой следовать правилам героического поведения и подчеркнуто и отомстить загибель своего господина Хнефа. В Бея Вольфе события прошлого излагаются подчеркнуто-отстраненные в третьем лице. Отсутствует речи персонажей, которые преобладают в битве в Финсбуке. Напротив, появляются суммирующие объяснительные описательные предложения таких немалых литоты. Можно заметить, что краткая героическая песня с ее динамизмом, драматичность повествования попадает в контекст книжного эпоса, одновременно изменяется тональность повествования, она становится более отстраненной, ретросктивной, более литературной. Спасибо, я помогаю все условия. Спасибо большое, прекрасное изложение. У меня такое маленькое соображение, тут в контерпретации Нича и роли Нича в возобновлении Растри. В том же Белла Вульфе «История Гильдефева», где просто все описано, как этот самый Данк показывает меч и подстрекает юного. «Война, смотри, вот меч моего отца». И, видимо, это такая очень хорошая феетличка между двумя песнями. Это совершенно справедливо. Я вообще почти совсем не говорила о связи эпизода с остальным текстом поэма. У меня просто не было проблем. Безусловно, простите, не случайно, и, безусловно, вот эти ассоциации, о которых вы сказали, они, безусловно, имели следу от этого. Причем Ингель это приоборот очень подробно, это описано, а здесь, как бы намного объединивать меч. Безусловно, безусловно, так и есть. И, вот, мне кажется, что вот это предположение о том, что Хенгель мог использовать этот меч как напоминание этого повокации. Это как раз утверждение в вашей мысли. Это очень возможно. Именно вот такова была роль этого меча. И тогда он не нарушал договора данного, можно было отомстить, не нарушая договоры. То есть создать ситуацию. Ситуацию совершенно так. Вот, вот, мне кажется, что так вот было. Очень маленький. Дай вопрос. Я вообще не интересовала ваше трактовское слово, которое, как правило, трактовалось как ютэ, но вы его трактоваете как великанин, и вот как фраги. Как фраги, как фраги, кто такой находящегося человека, а за его плечами еще не по-русски, не по-русски, но внутри какого-то вот такого дома. Но вот трактуют его по-разному, это Рейген, Братвелланд, это даже Ахилл, и так далее. Но интересно, что это как бы прикликает с вашей врачей как великанин. Мне кажется, что это более убедительное толкование, а не толкование ютэ. Вообще, надо сказать, вот песня в Финсбуке, она такая краткая, мне казалось, что она как-то очень знаменитая, должны ей много заниматься. Поразительно, что Толкин настолько как-то зачаровал последовавших ранее медиалистов, что в его построениях не сомневается никто. А между тем, признаться эти построения, но не совсем как у «Властелин колец», конечно, но все-таки признаться близки, потому что, конечно, необыкновенный талант и фантазия, и вот тут какое-то необыкновенное воображение, которое Толкин применял, анализируя церковные тексты, в частности в Финсбурге, они просто не подтверждаются грамматикой, и вот грамматик в туалет против воображения. Пожалуйста, спасибо. Большое спасибо. Дело в том, что я до этой мысли насчет любых и великанов догонялась независимо. Дело в том, что я отчасти занималась этими параллелями между врагами и великанами, что врага обзывают троллем, например, если взять другого игеля, не имеющего к этому отношения, сагу об игере, там же его троллем напрямую обзывают его противники. И в общем сагах такие параллели есть вполне. То, что враг описывается в великан, даже если банальные примеры русские пылины, там у татарского архана глава пивной котел что устойкая такая традиция вполне исполняет. Спасибо. Я думаю, что все-таки переложить как в великан наверное трудно, потому что тогда это просто текст превращает бессмыслие отцу. Но вот великан как действительно металлическое обозначение врага, есть возможно тогда не нужно строить эту шаткую теорию о том, что Июта находилась и среди данных и среди фризов. Потому что и данные и фризов могли обозначать для обозначения и данных фризов могут быть использованы словом правильный. Я больше скажу, есть нео так сказать эпос советский новины там в виде великанов описываются белогвардейцы. Это реальные сказители сочиняли специализирующие сангулевы после дали новую тему и они стали так описывать. Да, вот так преувеличивается мощь размеров ну да, это набивание цены героев. Изображает противника большим и страшно. так, еще спасибо. Спасибо.